Колонна из 62 автомобилей доставила 780 тонн гуманитарной помощи, а именно продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, а также художественную и учебную литературу. Из них около 60 тонн целевые грузы для Министерства образования и науки, здравоохранения и МЧС ДНР. 720 – это продукты питания, а именно консервы, мясные рыбные молочные, крупы разные, макаронные изделия, мука, сахар, подсолнечное масло и около 200 тонн детского питания. Также в составе конвоя прибыло три целевых, то есть адресных груза, это пожарно-техническое имущество для МЧС Республики, 50 тонн медикаментов для Минздрава и учебно-методическая литература для Министерства образования и науки. Разгрузка осуществляется на четырех складах с привлечением 290 человек-волонтеров. Автомобили 51-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. В разгрузке принимают участие представители Центров управления восстановлением Донецкой и Луганской областей. Они же будут распределять груз по социально значимым объектам и среди нуждающегося населения. Гуманитарный груз примерно в равных частях распределен между Донецкой и Луганской областями. Гуманитарная помощь будет распределена по социально значимым объектам Донбасса, в том числе по школам, детским садам, общественным столовым и учебным заведениям. Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь весом около 1200 тонн. Это продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, учебная и художественная литература. В преддверии Дня пожарной охраны России общественные организации решили сделать подарок для чрезвычайного ведомства Донбасса. В ближайшие дни донбасским спасателям будет передано пожарно-техническое имущество, необходимое для повышения уровня реагирования пожарных подразделений. Продолжение следует...